Всем привет дорогие друзья! Как думаете, насколько позорными и трэшовыми могут быть вообще бои? На самом деле, вы себе даже представить не можете, что дно может пробиваться еще глубже и глубже, особенно если за это еще и доплачивают и сверху насыпают хайпа, который позволит и дальше заниматься разным трэшнячком и хорошо жить припеваючи. Но я старался выбрать самые худшие бои всех времен, хотя конечно же все назвать я не могу, их просто запредельное количество и постоянно проходят новые. Но думаю, представленного в ролике уже будет достаточно, чтобы вы поняли всю суть нынешних фрик боев. Друзья, напоминаю также, что у меня есть канал, где я обозреваю разного рода игровые устройства, а также игровую технику, ну и конечно же делаю видео про сами игры. Ну и само собой присутствует разоблачение на персонажей из этой тематики. Кому интересно подобное, всех жду там. А мы переходим к нашим бойчишкам. Гоген Солнцев и Саша Пескун. Вот уж поистине кринж-бой, в котором ужасно абсолютно все. Начиная от самого боя и заканчивая актерской игрой. Фриканутый Гоген дрался как настоящая телочка, и даже его соперница выглядела намного мужественнее, чем он сам. Конечно же, как данный индивид у нас любитель бабушек, и не обошлось тут без бабулек в клетке, которые забрались туда, чтобы поддержать своего мачо, и даже устроили потасовку с этой тиктокершей. Гоген еще очень сильно скандалил и отказался продолжать бой. Этот силиконовый фрик размахивал кулаками после самого турнира, и все выглядело максимально неуклюже и максимально наигранно. И складывалось такое впечатление, что мы не бой смотрим, а какой-то зоопарк. Хотя в зоопарке все в принципе куда цивилизованней. Короче, трешняк максимального уровня. Иришка Чики-Пики и Елена Беркова. Алка-львица, которая любит принимать на груди. И известная актриса, которая любит принимать сами знаете куда. Противостояние между ними это тот еще зоопарк, где бывшая звезда глубоких фильмов повела себя куда культурнее, чем подобное животное, которое как будто бы стартует к лошкам на районе и пытается отжать у них мелочь на бутылку синьки. Да я уже показала, она не будет вставать. Давай. Не-не, не буду. Ну иди, я тебе просто раз найму. А сам бой сложно как-то комментировать. Беркова еще наносила какие-то удары и смогла вырубить Яришку. Но та такое чувство, что сражалась не против своей соперницы, а банально сражалась с зелеными змеями. А как мы знаем, победить их в принципе невозможно. Они ребята хитрые и коварные, и всегда победа достается им. Так и вышло в данном случае. Вообще, это далеко не единственный случай, когда бухари сражались за бутылку сивухи. Есть даже отдельное шоу в ютубе, где подобные ребята регулярно так махаются. А посты подкрепляются эликсиром и снова как новенькие. Хотя я считаю, что это все жалкие пародии. Настоящий титан всех синих единоборств – это Олег Монгол. Он же лицо черепашки-ниндзя. Он же черепашка-ниндзя-головый. Он же говорящая мошонка. Он же потомок Чингисхана. Квасил он в свое время знатно, и лицо приобрело специфический внешний вид. И сделало его популярным. Такой абсурд получается. Теперь Монголи – настоящий мастер алко-единоборств и лучший в своем деле. Все бои из того шоу ему в подметки не годятся. Ведь Брюс Литер в своем деле знает толк и постоянно противостоит другим титанам-фрикам. И даже некоторых побеждает. Сложно вспомнить, какой конкретно бой с его участием самый трэшовый. Но однозначно можно смело сказать, что боец этот знатный и успешно занял свою нишу. А вот в случае с Похмельяненко самый трэшовый бой вполне можно назвать. Это, конечно же, его противостояние с Джеффом Монсоном, который в последние годы жизни превратился в какого-то клоуна. Да еще и вступил в говно. Точнее, в единую Россию. И от некогда успешного бойца и не осталось и следа. И казалось, да сиди уже на пенсии, свое отмахал. Но нет. Решил на старости лет попозориться и вышел помахаться против Похмельяненко. Две развалины показали настоящий стыд и позор в том бою. И что один, что другой двигались так, как будто бы они были при смерти. Но Похмельяненко таки смог одержать победу в том бою. Хоть и казалось, что он сейчас после всего этого должен откинуться. И откуда у него такой запас здоровья? Так проспиртовывать свой организм, да еще и до сих пор функционировать. Видно, что помимо боев никак не может найти себя в жизни. И приходится выходить в предсмертном состоянии на ринг. И в клетку тоже. И превращаться в абсолютное посмешище. Других мастеров алко-единоборств тоже хватает сполна. Сделаю как-то позже про них отдельное видео. Но помимо синих сенсеев, также в боях теперь участвуют жаробасы до мозга и костей. Которые ведут антиспортивный образ жизни. Хавают всякую дичь, да еще и при этом на бои выходят. И настоящее дно дна было продемонстрировано, когда на арене сошлись три сальных титана. И одни обмазали своим жиром все вокруг. Ходят слухи, что до сих пор после того боя продолжается уборка территории. Ведь жира там реально запредельное количество. Вместе эта тройка весит килограмм так 500-600. И как они еще не проломили под собой пол. Этот вопрос, на который не смогут ответить даже спустя тысячу лет. Так вот, эти сальные гачи помахались и пошли дальше сжать пельмени с мазиком. И запивать все это литром Балтики. Им-то ничего. А нашу психику после увиденного уже не спасти. Про этих и других жиробасов вы можете узнать в моем отдельном видео. Свинохряков в наше время хватает сполна. Как собственно и свинохряков бойцов. Но помимо мастеров пельменных единоборств, есть еще и бесконтактники. Которые силой мысли сокрушают других. Вот только как правило, они на бои не выходят. Просто не считают достойным биться против обычных холопов. Бесконтакт это вам не хухры-мухры. Это дело серьезное. Будете писать гадости про таких мастеров. Захерачат вас на расстоянии и даже опомниться не успеете. Хотя один такой все-таки решил выйти на реальный бой. И даже пробовал применить там свои методы телепатии. Вадим Старов, известный сектант из мира единоборств, сразился с Бату Хосиковым. И там толком никакого боя не было. А лысый только лишь убегал от своего соперника. Пока его не схватили и не настукали по лысине. Бесконтакт как-то уж не помог. Либо аура может не та, не подходящая она тут в принципе. Кто знает, почему мастер не захотел показывать нам свою магию. Еще один сенсей из той же оперы, всеми известный Чхарек. Он хоть и не является бесконтактником, но любого бойца сможет вырубить. Хоть бесконтактного, хоть безголового. Ведь даже очень толкового мастера можно просчитать. Но никак не этого. Он абсолютно непредсказуемый, как и его движение. Любой удар абсолютно рандомный и может быть нанесен как угодно и откуда угодно. Тут уровень импровизации настолько мощный, что даже сам Чхарек не знает, как и куда и с какой периодичностью он будет наносить свои сокрушительные удары. В стиле Орла и Змеи. Из-за этого мы имеем совершенное оружие, которое может применяться в любой ситуации. Игорь Шведы Руки Базуки. Блатная чепуха против синтольной чепухи. Сложно представить более бесполезных индивидов, чем эти двое. Но еще более бесполезным может быть бой между ними. И Швед со своим пивным животом таки смог захерачить этого синтольного фрикана. Который как личность абсолютно из себя ничего не представляет. Наконец-то Шведулик хоть кого-то да смог одолеть. Теперь еще долго будет хвалиться тем, какой же он крутой боец. И какой же он правильный со всеми этими блатными понятиями. Вот собственно такие бои на данный момент уже состоялись. Но я уверен, что это далеко не предел. Пройдет пару лет и подобное покажется чем-то адекватным. И далеко не самым трэшовым. Потому что, как я сказал выше, дно можно пробивать постоянно и с большой интенсивностью. Да и трэш на то и трэш, чтобы собирать негативный пиар вокруг себя. А на этом пока все. Оставайтесь на связи и не забывайте поддерживать ролик лайками. И подписываться на этот канал. Буду стараться регулярно радовать вас контентом. До новых встреч. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok